МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поближе ознакомиться со спецификой района, с проблемными вопросами. Жизнь села воочию. Глава за Уралье Алексей Кокорин побывал в Целинном районе. Заново все начинают. Не бросать это все. Туда, где убивать наших детей. Из Украины в Курган. За Уралье встретило переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Для нас сейчас особенно важно, чтобы помочь предприятиям. Подготовка инвестпроектов. Правительство Курганской области выписало соглашение с Клубом проектного процесса. Выделены порядка 13 миллионов рублей на ремонт школ, где необходим ремонт крыш. Главная тема. В преддверии 1 сентября подготовка школ к новому учебному году уже началась. Здравствуйте. В эфире итоги недели в студии Елена Волкова. Сегодня в программе мы вспомним самые яркие события прошедших дней. В начале недели Курган посетил губернатор Ямалоненецкого округа Дмитрий Кобылкин. Подробнее о рабочем визите в сюжете Светланы Епифановой. Одной из отправных точек визита стало подписание программы мероприятий на 2014-2018 годы в рамках соглашения о сотрудничестве между Курганской областью и Ямало-Ненецким автономным округом. Два субъекта связывают давние добрососедские отношения. По мнению главы за Урали Алексея Кокорина, эта встреча придаст новый импульс отношениям двух субъектов. Примеры инвестиционных проектов уже есть. В частности, речь идет о воспроизводстве молоди ценных пород рыб и выращивании зерна. Ямальские предприятия активно сейчас пытаются заходить, и некоторые уже зашли на обработку земель некоторых хозяйств Курганской области. Но пока это выращивание зерна, чтобы вторичная переработка была первичной, вернее, это хотя бы мелькомбинаты, мельницы все различные, чтобы добавленная стоимость все-таки оставалась на территории Курганской области. Товарооборот год от года увеличивается, и в 2013-м составил уже 5 миллиардов рублей. Почти половина из них приходится на долю курганских предприятий, формирующих потребности нефтегазового комплекса и выпускающих запорную арматуру. С учетом того, что мы кратно будем увеличивать количество боровых станков, значит, у нас очень большая программа с рост нефтью, связанная с разборкой шельфов арктических, и это уже начнется, я думаю, что в этом году. Это совершенно другие объемы, другие изысказы. Поэтому очень хочется, чтобы курганские предприятия справились с этим объемом. В этом году на Ямале стартует строительство северного широтного хода через ОПП. Предприятия Курганской области примут участие в строительстве мостов в округе. Сельхоз товаропроизводители поедут на Ямал с ярмарками и выставками, чтобы показать свои достижения северянам. Подписанная программа мероприятий включает большой список направлений. Кроме товарооборота, это сотрудничество в молодежной сфере, социальной политике, спорте, детском отдыхе и многое другое. Дмитрий Кобылкин поделился, что ему импонирует выбранный вектор развития Курганской области, когда упор делается на развитие инфраструктуры, включающую газификацию, электрификацию сельских поселений и работу с тарифами. Светлана Епифанова, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курган.ру. Глава Зауралья Алексей Кокорин съездил в село Половинное Целинного района. Маршрут пребывания был таков – церковь, школа, сыродельный завод. Но главное – состоялся разговор с сельчанами. Недавно Алексей Кокорин получил письмо от жителей села с просьбой о помощи в восстановлении святыни. Церковь является памятником архитектуры XIX века. Местные жители создали инициативную группу, которая уже приступила к капитальному ремонту. Каждый в этом селе принимает участие в восстановлении храма. Руководитель инициативной группы Владимир Конев рассказал, в планах успеть провести ряд ремонтных работ до начала зимы. Все окна подготовлены под то, что заказать, окна вставить. Если дождь нам позволит, завтра начнем уже крышу устанавливать, самое главное. И главное – установить нам двери. В зиму у меня минимальная программа. Закрыть, огородить и по возможности, конечно, купола. В ходе визита глава Заураля также посетил Половинскую среднюю школу. Здесь учатся не только дети из села Половинное. Еще из трех населенных пунктов учеников подвозят школьными автобусами. Алексей Кокорин отметил, в планах посетить с рабочим визитом каждый район Курганской области. Цель одна – поближе ознакомиться со спецификой района, с проблемными вопросами, те, которые возникают в районе. И по возможности постараться в ближайшее время вот эти проблемные вопросы решить. Последнее время, вы знаете, у меня плановые поездки в основном идут по учреждениям образования. Потому что через месяц – начало нового учебного года, и мы просто обязаны вовремя и качественно начать новый учебный год. Помимо прочего, Алексей Кокорин, побывав на единственном в Курганской области сыродельном заводе в Целинном районе, отметил, это предприятие необходимо поддерживать. Изготовление продукции идет абсолютно из натурального сырья, без каких-то пищевых добавок. Себестоимость пока высокая, и на рынке конкурировать они в связи с тем, что высокий тариф на электроэнергию, и нет пищевых добавок, они, конечно, не могут. Поэтому мы должны помочь их и с реализацией их продукции, для того, чтобы поддержать тот коллектив, который работает на сырозаводе. В ходе рабочей поездки глава Заураля также встретился с жителями села и ответил на волнующие их вопросы. Разговор шел о поддержке врачей и учителей, ремонте учреждений социальной сферы, строительстве дорог, развитии сельхозпроизводства. Елена Валиева, Александр Киселев, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курганру». Заураль встретила переселенцев из Украины. Жители Донецкой и Луганской областей поселили в пункте временного размещения в селе Шмаково. За тысячи километров 28 июля они приехали из Луганской и Донецкой области в Заурале в ожидании заботы и тишины. Больше 60 человек расселились в пункте временного пребывания в селе Шмаково Курганской области. В здании филиала Курганского технологического колледжа для переселенцев из Украины выделены 22 комнаты. Проведен интернет, подключены телефоны, телевидение, организовано четырехразовое питание. Также в пункте будут работать специалисты, которые окажут психологическую помощь как взрослым, так и детям. У нас есть резервы как по одежде, как по питанию, по медицинскому обеспечению. Также здесь медики уже прибыли, работа организована, будет круглосуточный медицинский пост, будет круглосуточная охрана проводиться. То есть, я думаю, мы все вопросы уже решили и проработали. Почти все приехали в Курганскую область с семьями, но у многих в Украине остались близкие родственники. Мать осталась, отец остался, две сестры остались с детьми, потому что теща. А так они выехать просто не могут, без мужей их не пустят. Мужей выехать, отсадят, а они сами что нету, по трое детей, у них не получится выехать. Заново все начинают. Мы не хотим возвращаться туда, где убивают наших детей. Мы уехали, вчера звонили, там уже у нас грохочет в поселок, и танки ездят, там нам делать нечего. Сейчас переселенцев из Украины ждет горячий чай, плов и теплые постели. Завтра гости за Уралия будут задумываться о таких вопросах, где найти работу и как получить образование в Курганской области. Елена Валиева, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру. Глава за Уралия Алексей Кокорин в понедельник, 28 июля, подписал соглашение между правительством региона и Всероссийским клубом проектного процесса. Со стороны клуба документ скрепил подписью его генеральный директор Дмитрий Любомудров. Клуб проектного процесса является партнером делового клуба Шанхайской организации сотрудничества и занимается подготовкой инвестпроектов к финансированию, подбором подрядчиков, организации системы контроля проектов. В клуб входят крупнейшие страховые, аудиторские, оценочные, консалтинговые и другие компании. Это банки, кредитные бюро, международные инвестиционные и деловые клубы и различные инвесторы. Организация является частью инфраструктуры международных банков, финансово-банковского совета СНГ и выполняет предварительную обработку проектов для многих сетевых структур федерального уровня, правительств регионов, банков, холдингов и компаний из различных областей. У нас в последнее время достаточное количество уже инвестиционных проектов. Они достаточно интересны для потенциальных инвесторов. Но для того, чтобы вот эти инвестиционные проекты были грамотно оформлены и не создавали особых проблем и по реализации вот этого инвестиционного проекта, для этого вот мы сегодня и подписываем, оно будет сегодняшнее соглашение. В рамках соглашения клуб проведет экспертизу инвестиционных проектов за Уральем, даст рекомендации по исправлению недостатков и окажет содействие в их устранении. Я очень рад, что я смогу всем этом помочь региону. Для нас сейчас особенно важно, чтобы помочь предприятиям. Мы работаем на земле, мы работаем в регионах, мы готовы работать именно на заводах и делать так, чтобы наши предприятия не всегда высоко капитализированные, начали представлять из себя серьезных партнеров для крупных капитализированных китайских компаний, японских, азиатских, индийских. Глава за Урали акцентировал внимание на том, что нужно поменять стили работы по инвестиционной деятельности. Не только сами предприятия должны искать и думать, куда и к кому обратиться за помощью, но и прежде всего руководители соответствующих органов исполнительной власти должны иметь настолько тесный и плотный контакт с малым и средним бизнесом, промышленными предприятиями, чтобы реально представлять картину, кому нужна помощь. Стороны уже приступили к совместной деятельности. В бизнес-инкубаторе Курганской области начался двухдневный семинар для представителей хозяйствующих субъектов, заинтересованных в продвижении своих инвестиционных проектов. Светлана Епифанова, Никита Мухин, информационное агентство Курган.ру Исторический момент. В Кургане открылась выставка, посвященная годовщине со дня начала Первой мировой войны. Специалисты Курганского областного архива надеются таким образом возродить память о погибших русских солдатах. 2014 год стал знаковым в истории России. Сто лет назад началась Первая мировая война. Это один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества, который продолжался 1568 дней и унес свыше 10 миллионов жизней. В память об этом дне Государственный архив общественно-политической документации Курганской области организовал выставку «Забытая война». В экспозицию вошли документы того периода 1914-1918, фотографии участников Первой мировой войны, несколько статей из газет того времени и воспоминания участников Первой мировой войны. В Советской России после 1917 года вспоминать о Первой мировой войне было не принято. Подвиг миллионов русских солдат, выполнявших свой долг перед Родиной, был предан забвению, а сама война названа ненужной. Сотрудники архива надеются, что для детей эта выставка станет примером героизма русских солдат и офицеров. Мы, конечно же, будем приглашать и школьников на эту выставку и рассказывать о Первой мировой войне. Проведем несколько уроков как в школах, так и в здании у нас в архиве. Такая работа запланирована на конец года. Главная цель выставки – увековечить в истории судьбу русских солдат Священной войны. Несмотря на то, что имена многих из них до сих пор неизвестны, специалисты архива верят, что с открытием экспозиции жители узнают по безымянным фотографиям знакомые лица, и историческая справедливость будет восстановлена. Лилия Тельняк, Никита Мухин, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курганру. Дожди в Заурале стали причиной отставания города от намеченных графиков подготовки к отопительному сезону. Подробности у Анны Гавриловой. Накануне прошла пресс-конференция, посвященная вопросам подготовки города к отопительному сезону, в которой приняли участие директор городского департамента ЖКХ и строительства Андрей Жижин, директор по экономике и финансам Курганской генерирующей компании Сергей Долгов и директор предприятия тепловые сети Сергей Дорасов. По словам Андрея Жижина, к новому отопительному сезону в областном центре приступили еще в мае. На сегодняшний день готовность детских садов и школ составляет более 54%, что соответствует плану. А вот жилищный фонд готов лишь на 35%. По итогам трех месяцев несколько управляющих компаний не успевают провести запланированные работы. В департамент ЖКХ и строительства обращаются горожане с просьбой передать их другим управленцам. Далеко не все управляющие компании на сегодняшний день в заданном ритме работают. Кроме того, в этом году вот те погодные условия, о которых сегодня уже говорили, практически весь июль был дождливым и, к сожалению, на сегодняшний день дожди еще не прекратились, что существенно негативно, конечно же, сыграло на план выполнения ремонтных работ по кровлям. Из-за дождей задержался ремонт тепловых сетей, сообщил Сергей Тарасов. Наиболее проблемными участками являются пересечения улиц Карла Маркса, Кирова и Гоголя Савельева. Но к 1 августа отставания по графику будут устранены в полном объеме, утверждают специалисты. Из 173 теплопунктов, находящихся на балансе, у нас сегодня готовы. По горячей воде все 100% теплопунктов способны подавать горячую воду. И при устранении дефекта это произойдет. Ряд домов с непосредственной формой управления, а также частного сектора, подключенного к централизованному отоплению на сегодняшний день, не получает горячей воды. Из-за того, что собственники не провели промывку и прессовку систем отопления. Еще раз обращаюсь к жителям города с просьбой не ждать, когда случится чудо, а выполнять все эти регламентные мероприятия с целью, чтобы своевременно подготовить свой жилфонд к отопительному сезону. С начала ремонтных работ в администрации создан оперативный штаб. Каждую неделю проводится анализ ситуации, обсуждаются проблемы и спорные моменты, требующие незамедлительного решения. И отопительный сезон мы с полной уверенностью говорим о том, что он пройдет без срывов, без каких-либо замечаний. В принципе, для этого все и делается. Анна Гаврилова, Никита Мухин, Светлана Пестерева, информационное агентство Курган.ру Малое количество перерабатывающих предприятий и плохое состояние дорог отметил глава региона Алексей Кокорин во время рабочего визита в Половинский район. Как областное правительство намерено улучшить ситуацию, расскажет Василий Малухин. Во время визита в район Алексей Кокорин побывал в крестьянско-фермерском хозяйстве Армена Хачатуряна. Временно исполняющий обязанности губернатора области, ознакомился с технологией производства, посмотрел ассортимент выпускаемой продукции и лично ее продегустировал. Мы прекрасно понимаем, что просто отдавать зерно хуражом – это не то. Можно производить переработку. Это как раз тот позитивный пример, чем можно на селе заниматься. Это и выпечка хлеба, хлебобулочных изделий, это и первичная переработка молока, в том числе и распасовка в пакеты, причем настоящего, подчеркиваю, молока, срок реализации, два дня срока хранения. То есть это настоящее, без каких-то там консервантов, молоко. Вот это те направления, чем можно на селе, в частности в этом районе, в каждом сельском поселении заниматься. В настоящее время хозяйство занимается выращиванием зерновых культур, разведением крупного рогатого скота, свиней, коз, овец, лошадей, а также производит муку, хлеб и хлебобулочные изделия, молоко, творог, сливки и мясо. Готовую продукцию фермер реализует через собственные магазины и поставляет в детские сады и школы. Глава района Юрий Ермолаев отметил, что для привлечения финансовых средств в район необходимо в первую очередь решать вопрос газификации. Если сегодня говорить о том, о переработке, о привлечении инвесторов, то, безусловно, мы должны думать и об этом. Сегодня в рабочей поездке временно исполняющего губернатора Алексея Геннадьевича Кокорина задача эта поставлена передо мной. Альтернативное обеспечение газом нашей территории через новые технологии. Алексей Кокорин отметил еще одну проблему. В районе особенно остро стоит вопрос отсутствия твердого дорожного покрытия. Здесь вообще, можно сказать, отсутствие дорог с твердым покрытием. Этой темой нужно обязательно заниматься. Потому что здесь живут такие же жители, жители Курганской области. Они должны быть более ущербны, чем в более развитых и муниципальных образованиях, и в наших городских округах. Какая района владеет ситуацией, более того, по ряду направлений мы будем ему помогать при согласовании бюджета на следующий бюджетный год. Василий Малухин, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов, информационный агентство Курган.ру. Работникам зауральских предприятий будут рассказывать о вреде наркотиков. Это стало одним из решений общественных деятелей области, которые собрались за круглым столом, чтобы в очередной раз обсудить результаты антинаркотической работы в регионе. Видны общественные деятели, среди них руководители предприятий, представители молодежных организаций, госструктур, реабилитационных центров, в священнослужители и другие заинтересованные лица собрались вместе, чтобы объединить усилия и сообща реализовать государственную стратегию антинаркотической политики в регионе. Сегодняшняя тема непосредственно посвящена наркомании. К тому же я еще и сам отец, я еще и президент федерации бокса, в которой на сегодняшний день уже занимаются где-то порядка 300 этих пацанов, которые опять-таки могут, будем так говорить, к этому каким-то образом пристраститься. Для того, чтобы и самому опыта набраться, для того, чтобы еще и, будем так говорить, какие-то идеи, объединить их круг и дальше постепенно начинать их продвигать. Дискуссию открыл начальник областного управления по контролю за оборотом наркотиков Анатолий Давыденко. По его словам, наркорынок продолжает активно развиваться, в том числе и в Зауралье. Он привел пример и сравнил ситуацию десятилетней давности и сейчас. На смену некогда популярным героинам, марихуане и гашишу, сегодня пришли синтетические наркотики. Он отметил, что синтетике присущ ореол псевдолегальности. Основным каналом для его распространения служит интернет. Статистика наркопотребителей у нас относительно стабильна. Она колеблется где-то в пределах 3000 человек. Но мы все должны понимать, что официальная статистика с учетом латентности, она, конечно же, реального положения дел не отражает. Участники круглого стола пришли к выводу, что необходимо продолжать проводить профилактику в молодежной среде. Тестировать школьников и студентов средних учебных заведений. А специалистам вести работу не только с подростками, но и с родителями и педагогами. Здоровый антинаркотический посыл необходимо формировать и в трудовых коллективах. Здесь помощь может оказать предпринимательское сообщество. А специалисты областного УФСКН готовы провести профилактические беседы. Встречаться с молодежью, разговаривать с молодежью. Нужно больше бывать, будем так говорить, и больше пропаганды в общественных заведениях. То есть мы на сегодняшний день не видим на улицах зачастую этой социальной рекламы. Подводя итог, участники тематической площадки выделили два основных направления в сегодняшней антинаркотической работе. Недопущение расширения круга наркоманов и оказание помощи тем, кто уже попал в ловушку. Елена Шевкунова, Александр Менчиков, информационное агентство Курганру. Накануне Дня Железнодорожника, который отмечается ежегодно в первое воскресенье августа, Пригородный вокзал отметил свой 40-летний юбилей. На празднование побывала наша съемочная группа. В торжестве приняли участие представители органов власти, железнодорожники, ветераны и пассажиры вокзала. В ходе праздничной программы были награждены победители конкурса на лучший детский рисунок. Железная дорога. Вчера, сегодня, завтра. В зале пригородного вокзала разместилась выставка работ, которые выполнили люди с ограниченными возможностями. К празднику на вокзале началась реконструкция. Заменена кровля, здание, а для удобства пассажиров организована централизованная система информирования. В зале вокзала появились билетопечатающие автоматы, и очереди в кассах заметно поубавились. В этом году планируется обновить фасад и разместить вывеску с логотипом РЖД. На следующий год обустроится и привокзальная площадь, появятся фонтаны и новое освещение. Также здание пригородного вокзала отремонтируется внутри. Планируем на следующий год зайти в внутреннюю работу, выполнить, то есть создать комфорт для пассажиров, сделать детскую комнату для матери и ребенка, установить какую-то детскую площадку. Сейчас с пригородного вокзала можно уехать в трех направлениях. Это Екатеринбург, Челябинск и Петропавловск. В скором времени количество электричек увеличится. Анна Гаврилова, Никита Мухин, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру А мы переходим к главной теме. Традиционно окончанием учебного года считается середина июня, когда становятся известны результаты итоговой государственной аттестации учеников. И сразу начинается период подготовки образовательных и дошкольных учреждений к первому сентября. В Курганской области один раз в две недели собирается межведомственная комиссия, члены которой контролируют ход работ. На них отчитываются муниципальные образования, подведомственные организации, надзорные органы. По информации Роспотребнадзора, на 31 июля выполнение планов заданий в общеобразовательных учреждениях составляет 60%. Частично не выполнены мероприятия по обеспечению ученической мебелью, технологическим оборудованием, оборудованием помещений для приема пищи. В части учреждений проводятся ремонтные работы, как помещений, так и систем водоснабжения, канализации и отопления. Делается все для того, чтобы все школы области открыли свои двери в срок, и дети начали учиться в безопасных комфортных условиях. Выделены порядка 13 миллионов рублей на ремонт школ, где необходим ремонт крыш, еще каких-то проблемных мероприятий. Также мы в этом году выделяем средства в рамках проекта «Спорт детям» на оборудование и ремонт спортивных залов сельских школ. Закупаются учебники для детей и методическая литература для преподавательского состава. Задача состоит в том, чтобы все ученики города получили книжки бесплатно на 100%. На 30 единиц техники, а это школьные автобусы и газели, уйдет порядка 40 миллионов рублей. Таким образом решится проблема подвоза детей к сельским школам. Остальные средства распределятся на улучшение материально-технической базы школ. Общая же сумма расходов к 1 сентября составит 180 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов. Особое внимание уделяется образовательным учреждениям, требующим капитального ремонта. На некоторых из них побывал глава Зауралья Алексей Кокурин. В начале временно исполняющий обязанности губернатора посетил детскую православную воскресную школу «Покров». В этом здании уже три года обучается больше 400 детей. За это время был проведен ремонт крыши, пола и потолка. В планах восстановить здание бывшего детского сада. Конечно, нам здесь тесно уже, очень тесно. И поэтому мы также отважились с Божьей помощью, решили попросить у города садик по технической 15. Вот далее разрушенный. Этот садик полностью без коммуникации, его разрушили, одни стены остались. Ну, я думаю, вы сами увидите. То есть три корпуса двухэтажных. И мы планируем, также его у города мы просили, под детский православный садик и под воскресную школу. В 2014 году из городского бюджета были выделены средства на ремонт 41, 75 и 47 школ. Зданию 41 в прошлом году исполнилось 50 лет. Состояние постройки требует ремонта. Директор школы Алена Карабицына рассказала. За последние три года были отремонтированы санузлы. Сейчас идет ремонт кровли и школьной столовой. В ближайшее время планируется заменить оконные блоки, восстановить ограждения возле здания школы, благоустроить территорию, а также заменить систему отопления. На ремонт санузлов выделено было около 1,6 млн рублей. Мы отремонтировали 9 санузлов, 3 для персонала и 6 для учащихся. На крышу и ремонт школьной столовой выделено 2,4 млн рублей. Но на ограждение требуется значительная часть денежных средств. То есть восстановление ограждения, стоимость этих работ составляет около 1,3 млн рублей. До начала учебного года остался месяц. И этого времени достаточно для того, чтобы подготовить здание к 1 сентября, считает глава Зауралья. Думаю, что элементарно подготовить нормально для обучения все образовательные школы, это школьное учебное заведение. Мы способны и мы обязательно это сделаем. В сентябре 14-го в детские сады Зауралья придут 38 тысяч детей, а в школы 92 тысячи. Светлана Епифанова, Александр Менщиков, Денис Маркер, информационное агентство «Курган.ру». На этом наша программа подошла к концу. Всего доброго. Увидимся через неделю. Серебряный дождь. Радио для тех, кто умеет думать. Поздравь своих сотрудников с профессиональным праздником. Открытки, магниты, наклейки, календари. Типография «Курьер». Куйбышевы 36. Офис 308. Телефон 600-00. Общественное движение «Весна» и футбольный клуб «Зенит» представляют. 11-й чемпионат Курганской области по дворовому футболу в самом разгаре. Борьба обостряется. Но шансы остаются у всех. Кто выйдет в плей-офф? Скоро узнаем. Генеральный партнер турнира, оператор сотовой связи «Мотив». Окна ставит хорошо фирма «Люкс Монтаж». Лоджии стеклит легко, может, весь этаж. Радует людей ценой работяга наш. Не забудьте позвонить в фирму «Люкс Монтаж». Лето. Прекрасное время. Прекрасное время для покупки квартиры с компанией «БК-недвижимость». Огромный выбор квартир по максимально выгодным ценам. «БК-недвижимость». Лето радует. Триколор ТВ – это пакет российских телевизионных программ для бесплатного индивидуального просмотра. Триколор ТВ – это многопрограммное телевидение для районов, удаленных от эфирных передатчиков, для жителей деревень и дачных поселков. Триколор ТВ – телевидение всей России без абонентской платы. Официальные партнеры в Кургане – Курьер Сатилайт. Улица Кольмиготина, 124А, офис 304, телефон 467-222. Отопительный сезон окончен. Самое время для сервисного обслуживания вашего газового котла. Горгазсервис, 22-74-04. На точках приема лето. Реклама с солнцем согрета. Горячее предложение на 30% снижение. Только этим летом скидка на горячую рекламу 30%. Найди свою активную точку. Хотите украсить свой сад красивыми садовыми дорожками на зависть друзьям и соседям? Представляем пластиковую форму садовая дорожка. Формы предельно просты в использовании и идеально стыкуются друг с другом. Имеют оптимальный размер и легкий вес, долговечны и не требуют ухода. Позволяют изготовить 3 метра садовой дорожки максимум за 2,5 часа. Всего за 999 рублей одна форма или комплект из двух форм за 1499 рублей. Заказ по телефону 55 48 55. Воровство пресечено. Плохая дисциплина устранена. Няня под наблюдением. Имущество под контролем. Соседи не беспокоят. Курьер Сателлайт. Системы видеонаблюдения. Много задач, одно решение. Системы видеонаблюдения. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»